Несмотря на праздники, хорошее настроение, наши коллеги уже с раннего утра на рабочих местах. Для них нет ни выходных, ни праздников. Именно в такие дни они чувствуют ещё большую ответственность. И что самое главное, стараются вовремя донести достоверную информацию. В нашей республике сегодня представлены все разновидности печатных и электронных СМИ. Радио и телевидение, интернет-ресурсы, газеты, журналы. Информационная война, развернутая против нашей страны с начала 90-х годов, была важнейшей частью агрессии Грузии. И противостояние ей требовало мужества и профессионализма. И сегодня, в День национальных СМИ, нельзя не вспомнить всех тех, кто выходил в радиоэфир под обстрелами, собирал информацию для газет, тех, кто стоял у истоков первых независимых газет и телевидения Южной Осетии. Газета «Хурзарин» – старейшая в нашей стране. Название газеты менялось несколько раз. Сначала «Хурзарин», потом «Коммунист», совет «Туни Ростон», снова «Хурзарин». В этой газете в разные годы работали выдающиеся мастера стинского слова, писатели, поэты, публицисты. В конце 80-х, начале 90-х, именно на страницах этой газеты впервые в истории появилась национально ориентированная публицистика на стинском языке. И нынешний коллектив старается продолжать традиции. Своими давними традициями гордится и газета «Южная Осетия». Эти традиции стараются сохранить и развивать в соответствии уже с новыми требованиями к современным СМИ. За последнее время здесь начали работать много молодых журналистов. Они учатся у более опытных. И сами стараются привносить что-то новое, что в лучшую сторону сказывается на работу газеты. Наряду со старыми газетами своего места своего читателя нашла газета «Республика». Бывшая молодёжка. Смелость в подаче информации, креативность – отличительные черты этой газеты. От души поздравляем всех наших коллег с этим праздником, национальным праздником СМИ. Наши средства массовой информации, их количество небольшое, но мы работаем как такой сплочённый кулак, добавляя друг друга, не конкурируя. И это важная такая вот часть нашего сообщества, скажем так. Очень хочется, чтобы у нас больше не было материалов, посвящённых агрессии, военных действий. Только чтобы были материалы, посвящённые прогрессу, развитию нашей республики. И в начале прошлого века средства массовой информации на Западе называли шестой державой. Потом мы стали четвёртой властью, а сейчас, по большому счёту, если быть честным, мы не являемся даже и четвёртой властью. Так вот, я хочу пожелать всем нашим коллегам, чтобы мы стали той самой шестой державой, которая говорилась в начале прошлого века. В середине 90-х годов было создано информационное агентство «Рейс», что сыграло важную роль в информационном противостоянии, на которое вынудили нашу республику. Каждый день, каждый час оперативная информация – таковы принципы и работы информагентств. И «Рейсовцы» соответствуют всем этим требованиям. Всегда первые, всегда удивляют своей оперативностью. Поздравляю всех наших коллег с сегодняшним праздником, Днём национальных средств массовой информации. На самом деле, у каждой редакции, конечно, бывает свой праздник. Но День СМИ – он праздник, объединяющий всех журналистов, всех работников печатных, СМИ, телевидение, радио, информагентство. Это уже как новшество в нашей журналистике. И, конечно, хочется пожелать всем позитива, чтобы было понимание и довольно высокая оценка со стороны общества, народа. В принципе, для них-то мы и работаем, вся наша работа строится именно на этом. Сегодня наряду с печатными интернет-СМИ информацию до населения доводят телевизионщики. Мы можем твёрдо сказать, что телевидение занимает особое место в жизни жителей нашей республики. К нам часто обращаются с просьбой помочь в решении той или иной проблемы. Жители уверены, что благодаря нашему содействию вопрос будет решён. Над созданием телевизионных программ трудятся десятки сотрудников каждый день. Помимо журналистов, которые на виду, за кадром работают ещё больше людей. Их труд не менее значим. Это журналисты, операторы, режиссёры техники. В этом же здании работает и государственное радио. Тысячи людей ежедневно слушают новости и хорошую музыку на волне 102 и 3 FM. С нетерпением ждут утренние эфиры и интересные беседы с гостями радиостудии. Команда настоящих профессионалов знакомят своих слушателей не только с новостями Южной Осетии, но и следят за событиями, происходящими в мире. Всех своих коллег, всех журналистов, фотографов, всех корреспондентов, телевизионщиков, всех, кто работает в монтажной, всех, кто остается за кадром, все эти многочисленные люди, они причастны к празднованию Дня национальных средств массовой информации. Я всех поздравляю с нашим профессиональным праздником. Желаю всем крепкого здоровья, счастья, творческих успехов, позитивных новостей, чтобы наши журналисты не теряли здорового любопытства, оставались всегда в центре событий и были востребованы для своего читателя, для своего зрителя, для своих почитателей, для своих коллег. Счастья вам! Четвертая власть так называют СМИ во всем мире. И сегодня в профессиональный праздник, поздравляя всех коллег, хочется пожелать им соответствия этому статусу. Егина Черткоева, Александр Кочиев. Информационный выпуск. Сегодня. Продолжение следует...